Минут у вас просто то, что я не на пустой зал вещаю, и потом туда переверну. Вот, поэтому, вот как-то так, наверное, это будет. Так, что, собственно говоря, какую цель ставлю сегодня? Передо мной какая цель поставлена? Заходите, пожалуйста. А ещё лучше прямо вот в первый ряд. Там плохо видно, плохо слышно. Так, сперва сверим, наверное, понимание. Я, насколько понимаю, большинство собравшихся здесь так или иначе считает себя сельхозтоваропроизводителем в какой-то степени, да? ЛПХ, КФХ, может быть, кооперативы, да? Может быть, ещё какие-то структуры. И вторым направлением, ну, не знаю, может быть, основным, может быть, дублирующим, собирается внутренний туризм какой-то, да? Правильно я угадал? То есть два в основном направления, да? Или одно только туристическое, а сельхоз нет. Есть такое? Есть. Понятно, что сельхоз и туристическое. Есть ли у кого только туризм без сельского хозяйства? Есть. Есть у кого только сельское хозяйство без туризма? Есть. Понятно, но цель, я так понимаю, расширяет, да? Хорошо. Так, сейчас я тогда на задницу поставлю. И меня попросили, и, собственно говоря, значительную часть вот сегодняшнего мы хотим посвятить именно разбору так называемого гранта агротуризм. Да? Мы в цель бьём, если мы сегодня это разбираем, который Министерство сельского хозяйства. Потому что сейчас такая путаница, мы не сразу сами разобрались, но сейчас по полочкам разложили. Мы знаем, чем отличается грант Ростуризма на внутренний туризм от гранта Минсельхоза, да? То есть на аграрный. Если что-то нужно будет, мы, по ходу, будем пояснять. Вам, я так понимаю, какой-то базис знаний по агротуризму дали. Я так понимаю, был представитель Центра компетенции Минсельхоза и рассказывал вам о деталях программы, да? А вот сейчас мы, кстати говоря, я такой, скажем так, провокатор по склону своего мышления, да? Я вам сейчас одну интересную вещь покажу и спрошу у вас мнения. Вот, например, сейчас мы вот так вот сделаем. Мы сегодня с вами будем финансовым планированием заниматься, если кто ещё не догадался, да? И хотел сейчас я обратить внимание на вот такую вот вещь. Так, если кто не понял, что я сделал, то вот смотрите, вот структура выручки. Вот бублик такой, вот эта вот бараночка, да? Вот, как вам сказать, хотел узнать мнение ваше, опять же, насколько вы поняли про грант Агротуризм. Какая ситуация по выручке является желательной и обязательной, чтобы на этот грант претендовать, получить и сохранить? Кто-то? Не бойтесь высказывать там мысли, там мы ручку подняли. Мы не забываем. По структуру выручки какая должна? 30 на 70. А 30 чего? 70 чего? 30 на 70. Ну вот вам прям 5 с плюсом. Вот прям 5 с плюсом, да? Проговорим ещё раз. Грант для кого? Для сельхозтоваропроизводителей. Кто такой сельхозтоваропроизводитель? Сельскохозяйства, у которого доля выручки от сельскохозяйственных видов деятельности, выращивания или от корма, не менее 70% в общей структуре выручки. То есть есть какие-то иные, да? И есть сельхоз. И вот если, что произойдёт, если у нас с вами соотношение изменится на 68 и 42? Мы попадаем в сельхозтоваропроизводители. Совершенно верно. То есть вы продолжаете, что называется, сельхоздеятельностью заниматься, но уже понятием, термину сельхозтоваропроизводителя уже не относится. Теперь второй вопрос. Вот сельхозтоваропроизводители, вот их много разных, да? И юридических форм, и есть номинант на грант. Кто из числа сельхозтоваропроизводителей может идти на грант агротуризма, а кто нет? Где-то могут кто угодно. Получить кто может. Ну вот я сейчас не про удачу, не про конкурс, не про вот, что называется, баллы. Я сейчас про основной формальный признак. У кого земля, собственно, если не менее пяти лет? Хорошо. Это мы с вами разбираем ресурсную часть, как бы, да? То есть земля, люди и так далее. А если юридическую, вот, скажем так, сельхозтоваропроизводителями кто считается вообще? КФХ, услышал, еще кто? ИП, допустим, там юридические лица, еще кто? ЛПХ, это сельхозтоваропроизводитель. ЛПХ и кто еще может быть? НКО может быть какой-нибудь некоммерческой? И кооператив. Ну вот, наверное, шесть основных категорий. Кто из них не может быть номинантом на грант по определению агротуризма? ЛПХ и НКО, наверное, да? Нет, СПОК может. СПОК может. Кооператив потребительский может. По-моему, даже производственный может. Вот насчет кредитного кооператива вопрос лично у меня. По-моему, с кредитными кооперативами там сложнее все, да? То есть у нас выпадают некоммерческие организации, наверное, потому что у них нет цели извлечения прибыли, а у нас с вами конкретная производственная задача, да, прибыльная. И ЛПХ. Кто такие ЛПХ? Человечные подсобные физические лица, которые... Да, юридически правильно будет сказать. Это граждане в статусе физических лиц, не самозанятые, не ИП, которые занимаются ведением личного подсобного хозяйства, которые не зарегистрированы как профессиональной предпринимательской деятельности, да? ЛПХ может стать быстро кем-то? Он может зарегистрировать ИП, да, например. Он может учредить юрлицо, он может самозанятым стать. Но? Есть какие-то но? Ну вот, скажем, вы в 2021 году еще были ЛПХ, в 2022-м стали там ИП глава КФХ. Вы уже можете на грант идти? Почему? Налоговое отчисление важный вопрос, но для Минсельхоза пока как бы второстепенный, да? Вот у меня вопрос всегда, да? Как ЛПХ свою выручку от сельскохозяйственных видов деятельности, гражданскую, как физического лица, извиняюсь, прицепит вот сюда? Вот это вопрос, да. То есть я так понимаю, сейчас на этот вопрос ни у кого нет ответа. Ну, надо понять. Минсельхоз делает первый опыт такого гранта. Вот мы с вами, скажем так, подопытные кролики, да? Сейчас будут отработаны какие-то острые углы, потом, допустим, будет дошлифовано. Ведь программа начинающей фермеры, она тоже с самого начала была, скажем так, ну, с косяками, да? Но потом она отшлифовалась. Агротуризм уже там, ой, агро-стартап, он уже по опыту начинающего фермера и так далее, и так далее. Вот здесь как бы много но. То есть вчера был в одном статусе и мог подтвердить свой статус сельхозтоваропроизводительный, да? Сегодня в другом статусе и, собственно говоря, как подтвердить, непонятно. Ну ладно, хорошо, мы с вами определились, кто мы такие, да? И наша с вами задача вот это все дело, прогноз посчитать. И, кстати говоря, вот мы обратили внимание, я думаю, вы тоже на такой момент, что вот этот самый статус 70 на 30 придется поддерживать несколько лет, да? Иначе, как только 68 на 42 или там как-то еще иначе, перестаешь быть сельхозтоваропроизводителем и хоть остаешься там и ПФХ, но что произойдет? Если грант уже получил, теряешь право на него, формально, скорее всего, надо будет вернуть его в бюджет, да? Если ты уже не являешься сельхозтоваропроизводителем, не соответствующий основному критерию, да? Вот, а если ты еще не получал грант, ну вроде как ты не можешь на него пойти. Но, когда ты уже получил грант, в принципе, ситуацию, да и до гранта можно регулировать. Как можно регулировать ситуацию? Как можно поддерживать всегда соотношение не хуже, чем 70 на 30? Как вы считаете? 70 сельхозвязь на виды деятельности, выращиваете, продаете, откармливаете, продаете. 30 иные, в том числе туризм, например, да? Как поддерживать соотношение не хуже, чем 70 на 30? Постоянную статистику, а если, например, ну вот смотрите, допустим, планирование, ну хорошо, представьте ситуацию, у вас туризм поперл. То есть, ну вы больше, чем количество животины в стойле и количество, скажем так, растеневодства на дело за дело пашни там перепрыгнуть, наверное, не можете, но если только не суперурожай, да? А вот по туризму, представляете, туристы делают, делают, делают заявки, и вы чувствуете, имея планирование. Я, кстати, прямо благодарен вам за то, что вы сказали планирование, мы планировать очень любим, но это все сложнее и сложнее становится, да? И пересматривать прогнозы. Вот, если вы вдруг обнаруживаете, что у вас, если все дальше так пойдет, у вас там будет 31%, что делать? А вы грант получили, вам надо как бы условия соблюдать. Так, некоторые стали в домики уходить, не переживайте, ну мы же мнениями обмениваемся. Припроснув форму лица и привести туда туризма. Продолжение следует...